Наши приключения с Индиго продолжаются в игре The Front. Пропал дом, который тут стоял у игрока. Территория теперь вся наша. Вовремя мы её взяли, потому что бегали вот игроки. Вовремя приватизировали. Вовремя поставили этот маяк. Приватизировали вовремя. Приватизировали. Точно, точно, прихватизировали. Потому что вот уже там внизу вон игрок поставил дом внизу. Потом вот там наверху на горе уже тоже маяк воткнули. Так, вот пока у нас такой вот маяк второго уровня. Там вот я ловушку сейчас поставил. Это вот здесь будет лабиринт. Ну, со временем он всё подстроится. Сейчас пока вот основа. А здесь вот будет наш дом. В этом месте. Так, ну... Я не знаю дом, насколько большим делать. А на полные чипы только в доме ставятся, да? Да, на фундамент. Не в доме, а на фундамент. А, окей, окей. Фундамент нужен. Так, ну ладно, я пока вот так вот сделаю. Средний сундук для хранения. Средний сундук для хранения. А где он делается, средний сундук? А, вот, начало. Прямо, наверное, в инвентаре? Да, вот это. Так, ну вот пока... Раз, два, три. Три на два таких квадрата. Я думаю, достаточно будет. Ну, мы сделаем несколько этажей. Первый этаж, где будут все ремесленные верстаки. Второй этаж. Насчет третьего. Ну, будет нужда, сделаем и третий. На втором этаже, наверное, всю электрику сделаю. Там генераторы. На крыше будут стоять солнечные панели, ветряки. Вся электроника будет на втором. Да? То здесь плохо. Здесь сундук, но сундук не поставишь. А для этого есть полки. Как в РАСТ. Помнишь, там такая была полка белая? Да. И на эту полку ставишь сундук. А для нас сундуки тоже нельзя, нет? Нет. Окей. Ломать, ставить новый. Понятно. Так, ну, в общем, вот так вот у нас будет здесь дом. Сейчас, пока мы живем там на островке, я решил так до 35-го уровня там пожить. Чтобы у нас на 35-м открылся большой сундук для хранения. И вот когда он откроется, мы уже тогда сюда переедем. Так, ну а пока мы можем тут уже строить вот всякие вот такие вот вещи. Поставим шахту, нефтяную скважину. Может даже сегодня. и дизельный генератор где-то я видел. А, где-то я видел. Вот он, дизельный генератор. Машинная деталь. Нужно. Вот. В общем, вот такие вот дела. Ну что же, строительство дома, можно сказать, почти завершено. Строюсь по мере того, как мы с Аней добываем ресурсы. Пока мы сюда еще не переехали. Живем там на островке. Переедем сюда попозже. Когда мы будем 36-го уровня. Я все планирую на 36-м уровне. Где-то тут. Откроются большие сундуки. Пока сюда здесь ничего не строим. А, вот он, на 35-м. Большой сундук для хранения. Пока сюда ничего не ставим. Никакие станки. Сразу поставим большие сундуки. Уже потом будем размещать верстаки, печки и все прочее. Ну вот я поставил дом. Здесь вот надо сейчас окна сделать. Пирализатор поставил. Потому что нужны полимеры для электричества. Вот, кстати, я сейчас взял. здесь поставил нефтяная скважина. Но ей нужна электроэнергия. А это у нас рудник. Тоже требуется электроэнергия. Ну, сейчас вот буду заниматься электричеством. Полимеры нужны были. Вот сейчас сделал полимеры. Пока с ловушкой ничего не делаем. Лабиринт не строил. Пока вот занимаемся домом. Там нужно сделать будет лабиринт. Я хочу сразу на первом, на втором уровне уже протестировать, как мобы будут себя вести. Будут ли они идти по тому лабиринту, который я построил. Так, ну это вот второй этаж. Вот, поставил только что сейчас батареи аккумуляторные, два генератора. Ну, это выход на крышу. Здесь буду размещать ветряные мельницы. Ну, эти, которые электроэнергии вырабатывают. И солнечные панели. Здесь на крыше все это сделаю. Ну, это как в РАСТ. Было у нас в РАСТ. Всегда так. Так, на первом этаже верстаки. На втором этаже как кладовка. Сундуки были. И плюс электрооборудование. А на крыше стояли солнечные панели, ветряные генераторы. Ну, в общем, вот такой вот дом. Пока в процессе. Пока еще в процессе. Вот окна надо будет сделать. Просто не хватает ресурсов, чтобы сразу так раз и все построить. Сейчас вот буду заниматься электричеством. Нужно подвести. Пока будет у нас электроэнергия вырабатываться от дизельных генераторов. Нефть будем вот через нефтехачку добывать. И электричество будет на дизельных движках. Солнечные панели уже открыл. Они, по-моему, на 30 уровне открываются. Уже могу делать, но нужны осколки. Сейчас покажу. Вот пока мы в этом доме живем. Здесь пока. Ну, крышу не стали делать. Так, вот. Здесь нужны для солнечного солнечных панелей нужны эфирные осколки. Ну, вот по мере того, как они у меня накапливаются. они еще также нужны, чтобы открывать технологии. Поэтому вот с эфирными осколками пока беда. Ну, я думаю, пока две такие панельки поставим, а все остальное будет от дизельных движков. Два дизельных генератора вы видели. Так, вот я сейчас сделал полимеры. Сейчас я наделаю здесь выключатели, разделители, соединители. Ну, кстати, можно и холодильник, кстати, уже поставить. Ну, давайте сделаем. Он, правда, тоже от электричества работает. Ну, ладно. Вот. Сейчас сделаю соединители, пойду там заниматься проводкой. Подключу эту шахту добывать руду и нефтяная буровая скважина, чтобы это все работало. Тебе все хватает? Да. Так, у нас второй уровень маяк сейчас будет третий. Все, давай, улучшай. Я смотрю. О! Увеличилось, да. Раз, два, три. На четыре фундамента примерно увеличилось. была зелененькая вот тут около маяка, ну, около этого, ну, ловушки, а теперь стала, наизгоди. Ты видишь или нет? Нет, я не вижу. Теперь стала вон где. Была вот где ловушка, а теперь вот по краю вот этого фундамента идет. Да, но до этой нам не дошло, да? Нет, конечно, тогда десятый уровень. Вот до этой, да, вот чтобы хватило вот до этой крови. Нет, да, 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 я думаю, мы до той и не будем расширять. Куда нам столько? Это там десятый уровень, так мне сказали, не знаю. Так, сейчас я покажу обзор быстренько, что у нас тут изменилось. Это танк. Аня находит каждый день в одном и том же месте. Кстати, когда ты его находишь, в нем всегда три снаряда, ты знаешь об этом? О, я знаю, сейчас знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас туда к шахте я подъеду и расстреляю. Тут три снаряда же есть. А, ну давай. Все равно танк пропадет. Угу. Так, тут у нас шахты добывают руду, титановую даже добывать все виды руды. Здесь у нас две нефтикачки. Угу. Песок или нефти. Ты что, без меня уже побежал? Ну да, мне уже стояли. Ну так подожди меня, ты вместе сейчас пойдем. Так, здесь у нас уже холодильник работает. Сейчас я быстренько на видео все покажу. Так, тут у нас аккумуляторы. на крыше две солнечные панели уже стоят. Какая винтовка хорошая. Ты что, из винтовки стреляешь? да. Да. Красный панели. А ты прицел ты на нее поставил? Да. Сейчас я из танка там расстреляю. Подожди. винтовка хорошее. Перезагрузка сервера будет. Не знаю, то ли через 15 минут, то ли через час 15. он уже сейчас скоро сгорит. Так вот, и мы его купим садовым. Ой, он даже деревья ломает там-то. я на дерево наехал, дерево слабое. Ты там сейчас всех перебиваешь, мне ничего не останется. Останется, останется на петухе. Где они? А вот они вот выходы. Ну, это один в сторонку, чтобы тебя нельзя. И вот там с правой стороны велишь ходит. Да, это с левой ходит. А ты прямо вовнутри стреляй. А я внутрь заехать не могу. А он сзади на тебе пошел. Ой, меня сломают. Я застрял. я скоро умру. Ну, лечись. Как? Меня надо поднимать. А, иду, иду. Где ты? Где? Да вот около танка валяюсь. Где я тебя не вижу? Быстрее! Где ты? Где я вот вижу. Успеешь? Да. А танк взорвался в виде Да. Так, ладно, сейчас мне нужно отойти. Ну что же, буду видео это заканчивать. Хотя, конечно, строительство дома, можно сказать, не до конца завершено. Ну, вернее, обустройство дома завершено не до конца. Ну, это все процесс. Ну, здесь вот у нас, как я уже показывал, две нефтекачки на дизеле работают, две шахты, две печки, пирализатор. Ну, вот такой вот дом получился. Двухэтажный. Там, за маяком, я буду делать лабиринт. Ну, пока еще до лабиринта дело не дошло. занимаюсь обустройством дома. Здесь вот сделали огород, а они уже посадили вон кукурузу. Интересно, где она взяла кукурузу? Ну, за пшеницей, это ладно, я знаю, она куда ходила. Гидрация 2000 уже как-то сделала. Не знаю, как она поливала огород. И здесь гидрация на красном уровне. Здесь поставил большой резервуар с водой. Правда, не знаю, как она поливала. Вода туда не помещается. Это я пью. нет, не знаю, как она полила огород. Плодородие максимум, температура маленькое, освещение вроде хватает. Как она сделала гидрацию? Чем-то поливала? Ой, нажал, собрал кукурузу. Где огородом-то не занимаюсь? Семи томатов. Огородом-то я не занимаюсь. Она занимается. Вот это я посадил. В общем, здесь буду, вот я заниматься, поставил пока сборщик росы в воду. Ну, пока переношу вручную в резервуар. Вот только буквально вчера это сделал. Здесь поставил насос. Буду подключать. Здесь выключатель поставлю, чтобы со сборщиков вот сюда поступало. А здесь поставлю распылители, поливалку. Ну, не знаю, надо ли ставить только вот у нее почему-то гидрация 20000. То есть, как она полила? По идее, должно быть ноль. То есть, она каким-то образом грядку полила. Или это дождь был? Я не знаю. А, вот вообще-то осадки. Ну, не знаю, ребятки, как это работает. Ну, если понадобится поливать, то я здесь сделаю поливочную систему. Ну, как в игре раст, я это делал. Вот только начал заниматься водоснабжением. так, пошлите внутрь дома, я уже все здесь обустроил, вернее, мы с Индигу все обустроили. Вот так все поставили. Ну, опять-таки, все еще в процессе. Стеллажи, ремесленные станки перенесли. Вернее, не перенесли, пришлось заново их делать. Вот такой дом. Первый этаж. На втором этаже у нас кладовка. но тоже, видите, все в процессе. Я здесь просто разместил пока стеллажи с ящиками. Здесь аккумуляторы, генераторы на всякий случай. Но питаются у меня две батареи пока от солнечных лучей, от солнечных панелей. Но тоже, повторюсь, все как в раз. Я сделал три панели, один аккумулятор питают, три панели, второй аккумулятор питают. Здесь есть в технологиях еще возможность установки ветряков. Вот они, ветряки. Уже, в принципе, я могу изучить, но вся проблема в эфирных осколках, их катастрофически нам не хватает. У меня, видите, вообще мало что изучено. На солнечные генераторы вот уходили осколки. Сейчас осколков у меня нет. Ну вот, доберусь до сюда, до ветрогенератора, заменю свинцовые аккумуляторные батареи на титановые. И я тут смотрю, еще есть ветрогенераторы. Вот. Тоже вопрос, нужны ли они? Потому что я вот смотрю в правый верхний угол экрана, у нас здесь ветер 3 метра в секунду. Короче, у нас тут штиль. Большей цифры я не видел. То есть, когда бы я не зашел, всегда 3 метра в секунду ветер. Вот солнечная энергия нормальная, 54 люкс. То есть, видите, солнечко. Бывает, конечно, и пасмурно, от солнца более или менее аккумуляторы питаются. А вот ветряки, если я сюда поставлю, ну поставлю один, посмотрю, как он будет работать. Ну, 3 метра в секунду это очень маленький ветер. Поэтому, наверное, он будет, ветряк, работать хуже, чем солнечная панель. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока особо электроэнергию тратить некуда. Один холодильник только питается. Вот. А на улице отдельный генератор стоят. Вот. Ну, вот на этом я видео закончу. Вот так вот построили мы с Аней дом, в котором будем жить теперь. Ну и, конечно, обустройство будет продолжаться. Второй этаж. Электроэнергия буду улучшать. Здесь вот может быть тоже что-то сделаю. Там вот сейчас огородом буду заниматься, поливочной системой. Короче, ребятки, вот такой вот получился у нас Синдиго дом. На этом видео я заканчиваю. Благодарю за внимание и традиционно не пропускайте наших Синдиго приключений в игре The Front. Всем пока. Продолжение следует...